Когда на улице дубарь? А это верно ведь, январь. Ты лучше дома посиди, чайок попей, смотри в окошко, Голодных птичек покорми и обылом чуть погрусти. А там весна, и все растает, и лето жаркое придет, Свои проблемы принесет. Уж коли январь такой случился, В июле сморит всех жара. Купаться будем до утра И тело покрывать загаром. Потом дожди, ты их немножко подожди, И снова холода полюбишь. В оконце на мороз глядя, Чаек душистый разливая, А жизни бренной рассуждая, Что хорошо и в жар, и в холод Здоровье крепко иметь, А остальное просто медь, Ее не стоит и иметь. Своё здоровье тратя даром, Так будем жить и процветать, И строки о любви писать, И посылать их прямо в сердце, Готовая сие принять И от восторга засиять. 9 января Степанов день. Назван в честь святого первомученика И архидиакона Стефана. Как только возникла церковь Христова, В ней были только христиане из обрезанных евреев. И когда начали принимать необрезанных, Они возмутились, и пошел ропот и недовольство. Стефан оказался в центре этого спора и был побит камнями за то, Что словом и делом верных утверждал в вере, Неверных же иудеев обличал, Доказывая им, что они несправедливо, По зависти убили сына Божия. В народе этот день называли лошадиным праздником. Существовал особый обряд. На дно ведра с водой бросали серебряную монету, И этой водой поили лошадей. Назывался этот обряд «Поит коней через серебро». Считалось, что от этого животные добреют, Не боятся дурного глаза, Входят в милость у домового. А монету, которая лежала в ведре, Клали в конюшне под яслями. Да так, чтобы это никто не видел. Этим самым задабривали домового, Чтобы он коней не беспокоил. Продолжаются народные гуляния и святки. Стоят сильные морозы. Пришла настоящая зима. В день Степана девушки гадают на скорое замужество. Для этого рассыпают на столе семечки, И попарно их пересчитывают. Если выпадает четное число, В этом году возможно замужество. И если остается одна семечка, Замужество не скоро. Сегодня очистывали пастухов, И заключали с ними договор о найме. Для этого ходили к ним в гости с угощениями. Вообще, пастухов даже приписывали к колдунам, И старались с ними подружиться, Чтобы летом он сохранил скот. Приметы. Солнечный морозный день к урожайному году. А вот снегопад обещает богатый урожай ягод и грибов. Если хозяин сегодня огородит свою территорию осиновыми колиями, То в течение всего года будет защищен от всякой нечисти. Если на улице не видно мелких птиц, Скоро начнется снегопад. Туман стелется над полями к потеплению. Если ночью луна красна, Утром будет мягкая снежная погода. Товарная болезнь как подагра. Наша жизнь стала более осытной. И многие люди используют слишком много мясных продуктов. От них образуются мочекислые соли, Которые наш организм не в состоянии полноценно выводить. И в результате они начинают скапливаться в соли мочевой кислоты. Откладываются особенно в суставах ног. И возникает такое неприятное явление, как подагра. Болят суставы. Как от этого можно избавиться? И в этом нам помогут сушеные яблоки. Именно вот такая сушка. Для того, чтобы облегчить состояние больного при подагре. А в некоторых случаях и излечиться от этого заболевания. Достаточно брать по две горсти. Вот таких вот яблок. Класть их в термос. Заливать на ночь пол-литра кипятка. В течение ночи настаивать. И потом пить как напиток перед каждой едой. Три-четыре раза в день. Естественно курс где-то от одного месяца до двух. Потом повторяете. Очень хорошая профилактика, которая вымывает эти соли из организма. И восстанавливает наши суставочки. Просто легко, понятно и ясно. Если вы страдаете колитом, то и здесь яблочки помогут. Но лучше всего здесь делать пюре. А именно яблочки должны быть запеченные. Чтоб они не раздражали слизистую кишечника. А вот плохой аппетит бывает. Вот, плохой аппетит бывает. Как тут поступать? Оказывается для этого, знаете, какого надо яблочко съедать? Какое? Сладкое, кислое, кислое, сладкое. Ну кислое. Да, оказывается именно кислое яблочко и кисло-сладкое стимулируют аппетит. А вот сладкое подавляет его. Поэтому, если у вас плохой аппетит, допустим, детки плохо едят, вы отражаете кисло-сладкое яблочко немножечко и даете им пить там пюрешки или так пусть поедят. И через полчаса органические кислоты активируют железы внутренней секреции пищеварительной. И появится хороший аппетит. И улучшится пищеварение. 10 января. Страдания 20 тысяч мучеников в Никодимии, в церкви сожженных. Когда святая вера Христова устоялась и процветала, и учители церкви открыто исповедовали православные догматы, императором Максимианом готовились жестокие гонения. К Христовой вере стало примыкать знать, что очень не понравилось императору. И однажды в церкви люди воскликнули. Мы христиане, мы христиане, царь, и не почитаем твоих ложных богов. За это они были сожжены в церкви. В народе сегодняшний день называют домочадцев день. Люди сегодня старались собраться всей семьей в доме, поужинать и пообщаться. Вечером молодежь обязательно собиралась в компании для того, чтобы погадать, проводить хороводы, познакомиться и завести отношения для последующей свадьбы. Долгими зимними вечерами из уст в уста передавались сказания и народные песни. Одно из гаданий, пользовавшееся популярностью в то время, было таким. Накануне этого дня на Красную Горку, которая имелась возле любой деревни, приносили колье и вбивали их в землю. Сегодня всей семьей приходили на Красную Горку. Каждый член семьи загадывал желание и повязывал на свой колышек лоскуток, тем самым привлекая его из мира незримого в свой материальный. И желание исполнялось в течение года. Приметы. Если сегодня на деревьях иней днем тихо, это к урожайному году и удаче во всех делах. Дело, сделанное сегодня совместно с семьей, будет благословенно и принесет плоды в будущее. Если столь в солонке отсырела к ненастной погоне, свадьба сыгранная сегодня сделает брак счастливым. Если сегодня принять колядовщиков, это даст здоровье и благополучие, защитить дом от порчи и злады, убережет скотину от болезней. Если с неба падают крупные снежные хлопья, это к потеплению. Метель сегодня к дождливому и сырому лету.